Здравствуйте! Это «Утро Чуваши» в студии Вероника Павлова. Весь год Чебоксара отмечают юбилей 550-летия со дня основания города. Именно этой дате посвящен фотопроект, в объектив которого попали танцоры и памятные места столицы. Город, который танцует. Результат совместного творчества фотографа Марины Чуркиной, тренеров и спортсменов. В кадре 20 участников, 8 тренеров и 6 спортсменов. За кадром больше. Проекты, когда профессиональные танцоры фотографируются на улицах знаменитых и известных столиц мира, существовали давно. Мы решили в этом году повторить то же самое в Чебоксарах. И тренеры, и воспитанники нашего клуба поддержали эту идею, и мы запечатлели их в танце в самых красивых местах города. К ежедневным тренировкам спортсмены привыкли, но работу в кадре легкой не назовешь. Остановить танец не так просто, как кажется на первый взгляд. Но сложности участников не испугали. Было легче провести фотосессию, потому что этот день прошел легко, весело. Мы все вместе пофотографировались в разных частях города. Это был очень интересный опыт. Тренировка – это труд, это личный прогресс. Мне очень понравилось фотографироваться на Московской набережной, потому что был очень красивый вид, очень была солнечная погода. Было интересно выстраивать позы, ждать, дотягивать позиции. Юбилейный год – это не один день. Весь год красивая погода, но осенью она особенно яркая. И нам очень повезло. Три солнечных дня, в рамках которых мы провели фотосессию, нас порадовали и яркостью своей, и яркостью красок. Авторы готовят фотопроект «Город», который танцует к показу. Но многие кадры можно увидеть уже сейчас в социальных сетях. К концу месяца все чебоксарские фонтаны уйдут в зимнюю спячку. 14 фонтанов, которые обслуживают специалисты инженерной защиты, отключили еще на прошлой неделе. За весь летний период они отработали более 25 тысяч часов. Сейчас их активно готовят к зиме, демонтируется насосное оборудование и другие важные детали. Все работы специалисты планируют завершить к 1 ноября. Сотрудники МЧС Чуваши присоединились к всемирному флешмобу «Тетрис Челлендж». Его суть – уместить на одном фото все предметы, которыми обычно пользуются люди разных профессий. Вот так выглядит содержимое пожарной машины. Спасателям потребовалось менее получаса, чтобы аккуратно разложить все вещи, как в популярной игре «Тетрис». В интервью газете «Советская Чуваши» они признались, что использовали резервный автомобиль. И если бы во время съемки поступил тревожный вызов, все прошло бы в штатном режиме. Первым флешмоб запустили швейцарские полицейские. Затем эту волну подхватили музыканты, врачи и наши коллеги из ГТРК Новосибирск, которые приоткрыли завесу, что же находится внутри автомобиля, выезжающего на съемки. На этом у меня все. Желаю вам плодотворного дня и только позитивных вестей. До встречи.